всем доброго здравия в эфире видеоблог великий цветной и с вами константин филимонов до подлинно известно что месяц март мужского рода но женский вот такая парадоксальная ситуевина поэтому сегодня мы вспомним фильмы в которых женские роли исполняли мужчины актерское амплуа когда исполняется роль противоположного пола называется трависти от итальянского слова переодевать и первым в этом киношном амплуа отметился георгий францевич миллер который еще в тридцать девятом году прошлого века сыграл бабу ягу в фильме василиса прекрасная позднее образ баба яги в исполнении георгия миллера использовался в кинокартинах морозка огонь вода и медные трубы а в киносказке королевство кривых зеркал миллер исполнил роль вдовы королевы за глаза георгия францевича называли заслуженная баба яга советского союза а как превосходно играет женщину александр калягин в фильме здравствуйте я ваша тетя этот фильм разлетелся на цитаты а роль сумасбродной дамы по праву можно назвать бенефисом александра калягина позднее актер вспоминал как весело проходили съемки этого телефильма и как сложно было играть под гомерический хохот съемочной группы нет мы пьяны нет убирайте отсюда немедленно алкоголик а с каким наслаждением олег павлович табаков играет мисс эндрю фильме мэри поппинс до свидания даже многочисленные поклонники табакова были в культурном шоке от такого шикарного перевоплощения и эта роль стала главным украшением кинокартины в общем то издревле актерство было сугубо мужской профессии и все женские роли во всех театрах мира исполняли именно мужчины сегодня времена изменились и самые великие кино актеры мужчины мечтают перевоплотиться в женский образ некоторые любят погорячее знаете ли а какой у меня прошлое прорвом мужчины том числе один саксофонист я тебя прощаю о боже я никогда не рожу тебе ребенка усыновим чужого ну уж если тебе и этого мало я ведь мужчина но у каждого свои недостатки некоторые любят погорячее в российском прокате эта кинокартина называлась в джазе только девушки и этот фильм стал мировым лидером года по кассовым сборам получил оскар три золотых глобуса добрый десяток других кино наград и до сих пор многие кинокритики называют эту картину лучшей комедией голливуда великий голливудский комик робин уильямс впервые увидев этот кинофильм мечтал о том дне когда он сам сыграет женщину и персонаж миссис даутфайр был впервые сыгран робином уильямсом на популярном тиви-шоу энди кауфмана уильямс тогда очень смешно изображал бабушку ведущего а на съемках фильма миссис даутфайр каждый день робин уильямс проводил около пяти часов гримерки настолько сложной была эта процедура и за свой уникальный труд гримеры этого фильма получили премию оскар она поцеловала в знак благодарности увозить было ли это здесь спросил мистер малыш к которому всегда хотелось узнать побольше о местах которых он никогда не бывал а после съемок фильма лак для волос джон траволта сыгравший женщину заявил что больше никогда ни за какие деньги не будет сниматься в амплуа траве сти траволта отметил что можно одеть женское платье но влезть в душу женщины не может ни один мужчина давай сейчас потом всю жизнь будет в замечательной прекрасной кинокомедии сидни пола катутси актёра дастин хоффман продемонстрировал блестящее актерское мастерство он долгое время учился ходить на каблуках пользоваться париками макияжем и несколько дней прогуливался по лос-анджелесу и нью-йорку заходя в гости к друзьям актером которые принимали дастина хоффмана за его тетушку южанку вы обязательно должны его купить она так выгодно подчеркивает а мне все таки кажется что она меня полнит по-моему это того что на вас комбинации вот такое вот оно комедийное кино господи прости всех актеров травести а пока всем пока с вами был видеоблог великий цветной константин филимонов увидимся в кинотеатре